Привет, вы на канале Алло, меня зовут Дима и в этом видео я расскажу вам про роутер будущего, который можно купить уже сейчас. Это TP-Link Archer AX11000. Это роутер самый мощный у компании и самый мощный, который я вообще держал когда-либо в руках. Так в чем же его фишка? Ну, давайте по порядку. Во-первых, у него есть три рабочих диапазона Wi-Fi. Один приемопередатчик работает на частоте 2,4 ГГц и способен пропускать через себя до 1148 Мбит в секунду. Два других работают в диапазоне 5 ГГц и могут качать со скоростью 4804 Мбит в секунду. И при этом он может использовать до 12 каналов передач данных. Один из 5 Гц диапазонов выделен специально для игр и на нем работает игровой ускоритель. Он автоматически обнаруживает то, что вы играете и оптимизирует поток, сохраняя при этом высокую скорость сети. Во-вторых, этот роутер поддерживает много стандартов и технологий. Например, Moomimo для одновременной передачи данных нескольким устройствам, бинформинг, благодаря чему концентрирует мощность сигнала в направлении клиента. Также в нем есть Airtime Fairness. Он отвечает за эффективное распределение временных слотов. Выделяем им каждому устройство в зависимости от его производительности. Ну и куда без стандарта Wi-Fi 6 с технологией OFDMA? Для тех, кто не знает, что-то подобное уже давно используется в LTE. И у этого роутера OFDMA работает во всех диапазонах. Таким образом, сеть 2,4 ГГц, имеющая большую площадь покрытия, чем 5 ГГц, становится в полтора раза быстрее. Что хорошо для использования роутера в больших помещениях. Конечно же, и благодаря этой технологии снижается и задержка, что важно для геймеров. Также у роутера есть идентификатор пакетов BSS Color. Он позволяет клиентам игнорировать пакеты от сторонних сетей. Это снижает уровень помех и потерь пакетов данных. Но вообще, как он это все может делать? Дело в том, что у него есть собственный проц. Это как раз третий пункт. В нем установлен 64-битный 4-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц. И оперативной памятью 1 ГБ. Плюс в нем даже есть флеш-память на 512 МБ. И, как бы удивительно это не звучало, у него есть Bluetooth. Из-за всего этого, конечно же, роутер нагревается. Именно поэтому у него есть сверху перфорация. Поэтому ни в коем случае не закрывайте ее ничем. Не ставьте на него ничего такого, чтобы могло предотвратить воздушный поток. Чтоб он мог нормально охлаждаться. Ну и да, как я говорил, у него есть Bluetooth. Благодаря чему можно настроить роутер с телефона. Кстати, у вас даже приложение поменяет внешний вид. На более агрессивный красный. И должен сказать, что выглядит все просто и понятно. В приложении можно настроить приоритеты. И, что важно, настроить скорость каждого устройства. Что это значит? Если, например, у вас есть ребенок. И вы не хотите, чтобы он заходил на определенные сайты. Либо не играл до ночи. Вы можете это настроить как раз под его устройство. Те, которые у него есть. Вы можете обрезать доступ к каким-то сайтам. И урезать скорость во время ночи. Либо вообще их отрубить. Это все обеспечивается путем системы безопасности Home Care. И вы можете это, кстати, все сделать просто с телефона. То есть вам не обязательно даже иметь компьютер или куда-то заходить. Просто с приложения все это настраивается. Кстати, там же вы можете настроить гостевой доступ. И это очень будет удобно для тех, кто захочет поставить этот роутер у себя на работе. Ну и в-четвертых, вы просто посмотрите, как он круто выглядит. Да, из-за 8 антенн он кажется большим, но благодаря им он может спокойно покрыть двухэтажный дом. Да, и даже больше. На корпусе у него есть также 8 LAN-портов. Для тех, кто больше предпочитает провод, нежели сидеть на Wi-Fi. Рядом с этими портами кнопка включения и разъем для питания. С другой стороны есть три кнопки для регулировки. Первая отвечает за включение и выключение индикации роутера. Другая выключает Wi-Fi. И есть кнопка VPS для настройки и сброса. Также на одной из грани у него есть 3.0 USB-A и USB-C, куда вы можете подключить внешнее хранилище в виде SSD или жесткого диска. Что удобно для тех, кто работает с видео, фото или какими-то объемными файлами. Потому что вы можете настроить так, чтобы иметь к ним доступ и через интернет, а не только в локальной сети. По итогу скажу, что это реально роутер будущего. Многие его фишки опережают нынешний интернет, да даже некоторые нынешние устройства. Потому что далеко не все сейчас мобильные телефоны и ноуты имеют Wi-Fi 6. Их вообще очень мало. Но я понимаю, что если обновиться на него сейчас, то лет 5 точно он сможет покрыть все ваши потребности и выдавать максимально возможную скорость интернета. Именно поэтому он стоит 15 тысяч гривен. Ну а на этом все. С вами был Дима, канал Allo. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!